Сегодня в салонах городского общественного транспорта перестали звучать сообщения с просьбой соблюдать масочный режим. Большинство коронавирусных ограничений не так давно были сняты. Но все самарские перевозчики по-прежнему не только моют, но и обрабатывают подвижной состав обеззараживающими средствами. Заболеваемость до нуля не снизилась, поэтому все превентивные меры, связанные с обработкой транспорта, они сохранены, они делаются. И такие меры, безусловно, будут способствовать повышению безопасности здоровья граждан, которые пользуются общественным транспортом. Всего в различных депо МПТТУ трудится порядка 65 мойщиков-уборщиков, от качества работы которых также зависит комфорт и безопасность пассажиров. Татьяна Сулейманова работает мойщиком подвижного состава в городском депо 7 лет. И в разгар эпидемии за свой усердный труд была награждена почетной грамотой Департамента транспорта администрации Самары и получила премию от родного предприятия. Ее рабочий день начинается рано утром. Перед тем, как трамваи выпускают на линию, нужно обеззаразить все контактные поверхности. Например, на обработку трехфекционного трамвая уходит около двух часов. Заверяют, что на складах все необходимое имеется. Выдают без задержек моющие и дезинфицирующие средства. А также часто обновляют экипировку, включая защитную. Сегодня выдали очередной комплект. Приходим, разводим флорамин В. Обрабатывается вагон. То есть поручни, подоконники, завалинки, сидения и валидаторы. Запах быстро выветривается. То есть пассажиры не чувствуют это. Он безопасен для человека. Вагон перед выходом на линию, ну, час высыхает сразу. То есть никаких следов не остается. Ежедневно на улицы Самары выходят более 200 троллейбусов и трамвайных поездов. Каждый сутки они перевозят тысячи горожан и гостей областной столицы. Поэтому, помимо обработки хлорамином, транспорт проходит и обязательную процедуру мойки. Основной объем работ стараются выполнить все же в ночное время. Мойкой снаружи с помощью новой и усовершенствованной специалистами ТТУ автоматической установки и внутри, вручную. А затем переходят непосредственно профилактическим обработкам для минимизации рисков распространения коронавируса. Понятно, что сейчас на улице лето и количество грязи...